Замечательные люди этого интернета. Всем здравствуйте, всем привет, давно не было реакции. Я знаю это, я знаю, что вы заждались, я знаю, что там, ну, всё это, как бы, ну, нужно исправить положение дела после всего того, что я вот всё это не делал, делал там какие-то видосы по Black Rush, делал какие-то там вот эти вот все видосы про Абсолют Ролли Плей. Однако, Аризона Ролли Плей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все мои кореша играют на Аризона Ролли Плей Феникс, поэтому IP и мой никнейм, и лаунчер, и все прочие вещи, и Данте Коннор, но у Токсик 54, всё это находится в описании. Сегодня мы смотрим видос Долорензе, который обещает быть интересным. Давайте начнём. Москва, Москва, то есть, ну, так получается, да. Так, а это не Москва, это уже, опа, вот это, вот это уже видно, графический дизайнер, вот это научился выёбываться монтажиком-то, ну, да, да. Всем привет, дорогие друзья. Привет. С вами Долорензе. Давно с... Instagram.com, ну, блядь, ну, наверное, охуительный шрифт, но вот тут, знаете, покажи мне шрифт, что-то между охуительное и шакальное, блядь, говно, и вот он, вот Долорензе, ладно, давайте не будем догабываться. Так мы не виделись в таком формате, в формате влогов. Я даже не знаю, как назвать сегодняшнее видео, скорее всего, это будет такой небольшой мини-фильм, не совсем... Блядь, не... Ой, блядь, о-ой, 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 зря ты это сказал, блядь, это новый Гусейн Гасанов, ёбаный в рот, блядь, нахуя, да... Я мог всё просить, но когда ты называешь, блядь, свой видос на ютубе фильмом, это либо должна быть Война 2, если вы не смотрели Войну 2, то посмотрите, либо Прямая гора, либо третий фильм, который у меня выйдет совсем скоро, либо четвёртый фильм, который у меня выйдет совсем скоро. То есть, должен быть сюжет, должны быть персонажи, должно быть развитие какое-то, а тут, в общем, ладно, возможно, сказал, не подумал, у каждого человека должно быть право на одну ошибку, а на вторую уже нет. Всем влог, где я буду стоять вот так вот и что-либо говорить на камеру, давайте договоримся, что вы к этому... Прямая склейка, вот это вот, прямые склейки, бля, охуеть, вы будете отнесётесь серьёзно, потому что в этом ролике я хочу... Опять склейка. ...смотреть вам свою душу, показать свои родные места, путешествия. А нахуя у тебя ногти покрашены, бля... Фестиваль нашествия. Вы меня спросите, зачем вообще я снимаю этот видеоролик? Я вам не смогу объяснить, но смогу сказать то, что мне... Вы меня спросите, для чего я смотрю этот видеоролик? Я вам не смогу объяснить, но смогу сказать Аризона. Рулиплей. Кажется, что я дорос до того момента, ютубовского, блядь, момента, всё-таки для кого-то я что-то много, возможно, где-то в каком-то месте значу, и вам... Для меня, ты у меня прям в сердечке, брат. ...интересно следить за моей жизнью. И я могу сейчас, наконец-то, показать вам место, где я рос... Буфи. ...людей, которые меня окружали, которые сейчас... Маму, папу. ...час окружают, и всё такое. ...меня окружают наркоманы одни. Это хуёво, блядь, если тебя окружают наркоманы. Мои подписчики знают о том, что сейчас, в данный момент, я живу в городе Санкт-Петербург, но... ...это видео я решил начать в центре, в сердце нашей страны, в Москве. Это сейчас... Прикольно, я не буду никогда. ...клама никаких выборов, и не реклама Москвы, просто... Я хочу, чтобы вы почувствовали разницу между моей родной деревней... Это он, наверное, для меня сказал. Между всей России... Да я бы не подумал, ты что, Доларинзе... И вот... А в ком, кстати, имеют и в парке, может, в ком-то снимаешь, как думаешь? ...с этим облаком, с копищем, поприщем, денежных, взяточных, всяких трат и всегда... Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чём я говорю. Поэтому вот, присаживайтесь поудобнее, вас ждёт достаточно долгое видео. Мы сейчас находимся на Воробьёвых горах, и сейчас... О, охуительно, а, так сказать, изменилось при себе ничего? Сейчас я вам предлагаю, вот, пожать мне руку, во-первых, и... Угу. Отправиться вместе с нами в путешествие из Москвы в Уфу, а дальше в мой родной город. Поехали. Так, родной это шуфа. У меня будет не пешком, не на самолёте, не на поезде. Авиасейлс! А на своей родной, любимой голубой ласточке. В общем, сейчас мы поедем через всю Россию вместе с вами, и будем наслаждаться природой и нюхать нас ваи. Отличная машина у Долорензо Сузуки, это я очень люблю. Он, кстати, номер свой показал, охуительно. То есть, если увидеть такую машину, то можно от него подойти. Ну, я бы её не показывал, вдруг поцарапают из-за того, что это Долорензовская машина. Ну, а лучше так не делать, это долбоёб, а потом так делают. О, графика, ебать, как в фильмах Юрия Дудя. Ебануться, блядь. Киров, Киров, вот я в Кирове, брат. Ты мог заехать в Киров. В Казани, ты в Казань мог заехать, я ж тут. Три дейс он зо роуд. Блядь, очень долгие футажи, брат, очень долгие. Проблема у Долорензи постоянно с тем, что он не знает, когда нужно остановиться, когда уже всё, когда всё, ну, блядь, скучно, уже пиздец, невозможно, давай уже что-то рассказывай, что-то делай, ты меня, блядь, потеряешь сейчас как зрителя, потому что я не могу, я не могу смотреть эти футажи. Я понимаю, ты старался, снимал, ну, хоть ускорь их, что ли, блядь. Ну что, дорогие друзья, почти половина пути преодолена. Мы сейчас подъезжаем в Казань, я очень сильно устал. Вы не представляете, если вы не ездили никогда на далёкие расстояния, что это такое вообще? Я ездил. Мы останавливаемся постоянно на заправках, чтобы просто хотя бы там попить, покушать, всё такое, заправить машину. Всё правильно, брат. Наверное, сложно понять, что такое вообще ездить за рулём машины именно не просто в городе где-то, а вот на далёкие-далёкие расстояния. Это такое чувство... Ну, я не знаю, я не ездил на машинах никогда. ...подумать о своей жизни. Если у вас есть какие-то проблемы, вы можете в дороге об этом подумать, как-то что-то разложить по полочкам. Если, блядь, у меня нет права. Можете понаслаждаться одиночеством, там всё такое. Наслаждаться одиночеством, одиночество хуёло, брат. Это огромный такой кайф, то, что тебя выбивает из жизни просто дорогу на несколько дней. То бишь, на самом деле, я-то начал видео снимать с Москвы, а поехал я из Санкт-Петербурга. То есть, я уже в дороге третий день. Ну, ничего, вроде держимся. Осталось совсем немножко сейчас у нас. Полседьмого. Домой мы приедем. В два часа ночи. Полный. Здесь, блядь. А в Казани-то, блядь, чё ко мне не заехал? Всё, что можем, снимаем. Всё, что можем, показываем. Сейчас у нас был очень сильный град. У нас чуть машину не проломило вот такими вот яйцами мужскими. Сейчас мы продолжаем нашу путешествие. Не смешно. Чествие, я завожу машину, автомобиль под названием Mercedes del Nexia MX. Ебануться, чё, блядь, давно автомобили с кнопки доводятся. Мне, на самом деле, интересно вот у вас спросить, а вот когда-нибудь вы, может быть, сами кто-то за рулём или с родителями, ездили вы когда-нибудь на дальние поездки в какие города и какие ощущения у вас возникают при этом? Просто вот... Ноги, блядь, устают. Я, как я уже до этого сказал, мне кайф, а вот вам кайф или мучение? Может, вам легче на самолётах летать и вы... Не летал на самолётах никогда, это же дороже. Вы сейчас не понимаете, что меня, что я думает, что я долб***ев, что придурок, нахуй. Вот который раз я, получается, с 2017 года путешествую туда-сюда-обратно, и я вам хочу подчеркнуть то, что дороги, они хоть и чинятся, но всё равно плохие. Постоянно какие-то кочки, постоянно какие-то волдыри, прыщи, вот у меня на лице прыщи тоже вот существуют, и так же вот дорога. Сколько раз её чинили, сколько раз её там восстанавливали всё время, какие-то злопы ты едешь вот так вот, как на Дилдаке. Ну, в общем, так, и мне, в принципе, нравится эта вся тематика, но не всегда это приятно становится. Вот, а вот дорога, например, как я ехал из Питера в Москву, она идеальная. Там просто скоростная. Ну, конечно, блядь, в Казань-то, как обычно, потому что, блядь, кто в Казани? Я живу, потому что, да, вот это, по этому дорогу... В Алдейске, на трёх час едешь, всё в порядке, всё чётко. А вот здесь вот фуры, машины другие ездят, и это очень всё печально. Проститутки. Хочется просто нажать газ в пол и похурендарить на родину свою. Ты аккуратнее, блядь, один уже доездился. А если уж совсем говорить по мужским понятиям, я вам хочу сказать... Вот такие вот красивые места существуют. Да, ещё если б ты, блядь, цветокором своим каким-то, блядь, просто перенасыщенным не испортил всё, было бы заебись. Хотя бы фокус, блядь, ещё на тебе было, а не на этой машине. Было бы ещё пизжу, блядь. Ну, в России это... Вот так вот едешь ты миллиард часов вокруг себя, отличнейший красивый закат, прекрасные дороги русские. А чё, блядь, за футболка-то у тебя, это, блядь, от Милки какая-то, хуйня, потому что шрифт явно из этого, блядь, из шоколадки Милка, но это просто пиздец, я хуй знаю. Она ещё, наверное, стоит, блядь, тысяч пятнадцать, да, вот это Ветамянс? Сейчас полностью зайдёт солнце, дороги здесь не освещаются какого-то... Так что сейчас будет самый-самый такой трэш и хардкор на дороге. Всё будет хорошо, я думаю, мы справимся. Опять футажи, блядь, брат, я надеюсь, хоть час недолгие будут. А Андрюха, сука, будет в этом фильме? Или в Казань не заезжали, просто рядом приехали? Ну вот футаж, в котором, блядь, нихуя не видно из-за цветокоррекции, или хуй знает из-за чего, просто, ну, его стоит вставить, брат. Тут он их почему-то, блядь, уже ускорил, баке вот охуительное, показать тоже можно. Ну, объехал чисто Казань, Татарстан, и в Уфу въехал, ну, я понял, ладно. Ну вот в Уфе, город, в котором я прожил ни много ни мало три года. В нём бесконечное множество мест, которые напоминают о том, кем я был раньше. И о некоторых таких местах я вам сейчас и постараюсь. Блядь, это чё, Гусейн Гасанов опять? Что ж за пиздец? В далёком 2016 году, когда я закончил школу и поступил в университет, мне тогда на тот момент было 18 лет, я переехал в город Уфу, из своего родного города, который мы отправимся чуть попозже. И первый родной подъезд, который я боссал, и первая моя... Вот, в общем, вот этот вот дом, я в нём прожил, блин, сколько? Ну, получается, полтора где-то года. Я здесь жил, когда ещё я не был ютубером. Вот отсюда вот я... Когда был графическим дизайнером, ходил на остановочку, катался в университет за 30 рублей, как иногда у меня не было 30 рублей, чтобы доехать на... Чё, блядь, чё нахуй? Почему в Уфе приехал с такой дорогой в Казани? Только, блядь, недавно он начал стоить 30. Ну, уже сейчас, блядь, 35, если за наличку. Мама моя прошла. В общем, вот смотрю на этот дом вот со слезами на глазах. Я заходить туда не буду, потому что меня там от... Кстати, когда я здесь жил, здесь очень тонкие стены, и я помню, как здесь, по-моему, такой личный формат, по-моему, здесь женщину убили. Короче, я спал, и с утра просыпаюсь от того, что женщина кричит «Помогите, убивают!» В общем, вот... Может, просто, типа, ну, секс был. Вот этот дом, после того, как я здесь пожил, и у меня появился ютуб, я переехал в другую квартиру, которую вам покажу попозже. Безья, почему людей уже так дохуя стало в машине? Ну, в общем-то, как я вам говорил, с того места, где я жил, я ездил вот сюда. Это мой университет, называется БГПУ. Здесь учились такие люди, как Дилорензи, Моргенштерн, Владимир Владимирович... Вот, Леонид Агутин. В общем, он запекал. Я из маленького города думал, что никогда в жизни... Кстати, забавный факт, и Дилорензи, и Моргенштерна отчислили. Я перееду никуда, я буду учиться там, в каком-то... Ну, или, может, Дилорензи сам ушел. В шиностроительном колледже, все такое. Но... Че, блядь, не лагает? Блядь, да что ж... Пиздец, вы че, приколы? Это, блядь, у него лагает или у меня? И поступил сюда, блин, на дизайнером, вот, на графического дизайнера. Мы тут рисовали, я учился всяким там штукам новым. А я рисовать вообще, чтобы вы понимали, никогда не умел. Я здесь научился. Вот. Я отучился два года, естественно. Как вы могли понять, я сейчас живу в Питере, и я ушел с университета, как во всех университетах. Все студенты... Ебать, жопу оба, вы видели? У нас вместо сессии были просмотры. Не просмотры, которые вы сейчас видите под видеороликом, а просмотры, когда какой-нибудь там преподаватель ходит, проверяет твои работы, в общем, вот. А я не особо любил учиться, когда-либо я после школы вообще был в шоке, что уж такое учеба и в универе подавно, вот. И когда там наступало вот это время сессии, я просто за одну ночь там садился и все это рисовал, все там лепил и клеил. И в один из моментов меня что-то это достало, у меня YouTube-канал появился. Мне нужно было уделять ему время, а не учебе. Ну, и вот такой я путь выбрал. Лучше бы маме уделил. Как это было? Я сижу на паре, какая-то сложная пара, я слышу домашнее задание, которое нужно делать. Я сижу вот так вот думаю, еб, банный в рот. Я такой, можно, пожалуйста, выйти? Я говорю, да, выходи. Я пошел в деканат, сказал, ребята, я тут подумал, я хочу либо отчислиться, либо перевестись на заводчик. Потом, возвращаясь на пару, говорю, я перевелся на заводчик, можно, пожалуйста, домой? Я поехал домой. И следующий день, который был, был самый лучший день в моей жизни, когда никуда не нужно с утра ехать, ничего не нужно нарисовать, и все просто заебись. Проучился на заводчике и сгибался тоже нахуй. Но вы так никогда не делайте, потому что учеба, это реально важно. Не слушать таких придурков, как я. Пролетели годы и пролетели месяцы, пролетела практически вся моя молодость, нахуй, бля, пиздеточка. Че-то я не туда пошел, бля. Короче, прошли годы и все такое, у меня в университете было очень много друзей, очень много подруг. Сейчас, к сожалению, ни с кем из них не общаюсь, потому что никаких контактов нет, мы живем в разных городах, все разъехали. Но, бля, это вот мои братаны, нахуй, остались. Моргенштерн, а все остальные. Вот, поэтому тщательно выбирайте друзей, бля, с которыми будете... Друзей не выбирают, их оставляет время до Лорензи. Тебе ли это не знать, блядь? Об ногу, об ногу идти, ёпта. Итог такой. Это Илья Кулич? Ну, видимо, нет, но похож. Итог такой. Ребята, обязательно, когда вы куда-то поступаете, я уверен, что меня смотрит не то, что несколько школьников, а все школьники мира, ёпта. Да я закончил уже. Да будете поставить особо тщательно, внимательно, потому что вам в этом месте проводить не один год, 4... Ебануться, брат, знал бы ты, блядь, что это выбор-то нихуя нету людей, типа, ну, блядь, все поступают, лишь бы от армии откосить, а так, типа, никому нахуй, это не въебалось, как и тебе, в общем-то. 6 лет, ёпт, потому что все должно быть с интересом. Не нужно заниматься делами, которые вам не интересны. Вот, я, например, поступил на... Такой, я с челу, блядь, хочется людей убивать, чё, блядь, куда ему поступать, Долорензе? Дизернарнер, блядь. Мне хоть чуть-чуть... Педофилам куда поступать, Долорензе? Это завлекал. Гитлеру, блядь, куда поступать? Он, блядь, лампу задевал. Если я поступил на каком-то таможеннику, блядь, я не знаю, что бы я делал. Поступил бы я на юриста, я бы повесил... Так, блядь, куда ещё-то поступать? Пизя, больше нихуя нет. В общем, мы сейчас находимся. На режиссёра, может, влядь, на актёрский, влядь, блядь, вообще пиздец. Большую часть жизни у Фея находился именно здесь. Это улица Бакалинская, сливаю адрес. Жилой комплекс какой-то. Большинство контента, которые... Самый вот золотой контент на моём канале есть. Он снимался здесь. Там и всякие влоги, и видеоролики, самые популярные по GTR San Andreas. Вот. В общем, такое знаковое место. Я сюда приехал, чуть честно не расплакался, потому что здесь много чего происходило. Много чего менялось, много чего начиналось. В общем, вот. Короче, одна из самых интересных историй, которая происходила в этом доме, это то, что я жил на 14 этаже, а у меня в плейлисте, всегда вконтакте, какая-то полная дрянь происходит. Вообще слушать невозможно. Всякие там мышапы, возможно, интересные звуки, все такое. И в один момент я собрал... Спотик, спотик, там такой хуйни произойдёт. Мусорные мешки огромные, тяжёлые. Зашёл в лифт, и спустя несколько этажей ко мне заходит бабушка с внучкой. И вот мы стоим, я с мушками мусора вот так вот, не могу их опустить, и это самое... И в наушниках играет музыка очень громко. И вдруг тут в один момент включаются стоны. Ну, вы понимаете, о каких стонах я говорю. Вот этих вот. Вот. И... А я не могу музыку переключить, у меня в руках мусор стоит. Шок вообще происходит, я растерялся, вот так стою. И мы не успели доехать до первого этажа, и бабушка с внучкой своей ушли на каком-то этаже, мне после этого было стыдно. И поэтому только я и переехал в Питер. После этого случая. Что же, ну а сейчас я бы хотел вам рассказать о своих самых лучших друзьях, с которыми я... Да, это не Илья Кулич, но не похоже. Наверняка вы этих людей уже видели в моих видеороликах, это вообще просто классные чуваки. А когда он будет показывать меня? Изначально на монтаже я хотел сделать простенькую презентацию пацанов, но то, что получилось в итоге, вас заставит их полюбить с первого взгляда. Кто, блядь? Пиздец, можно еще быстрее шрифт этот, блядь, показывать? Брат, ну ебать, лучше б ты, блядь, так шрифт ты показывал, как это хуйней, блядь, занимаешься. Сял. Ну его, по-моему, трек какой-то с ним был. Он выглядит, как какой-то очень карикатуренный чел из мультиков. Без обид, я сейчас сял, наверное, мужик-то крутой. Ну и выглядишь классно, я думаю, только поэтому стоит с тобой дружить. Блядь, это у меня или у него просто, блядь, чтобы на компьютер не увозить. История слишком интересная. На самом деле, я... Даня стриминг. В 2017 году угорал по Денису, был улюбленным его фанатом, и как-то в 2018 мы увидели с Элишером в истории у чувака, который делает тусовки, что Дэн будет на этой тусовке. И мы... Мне было тогда 17, Элишеру было, получается, 14. Мы тогда, короче, будучи пиджуками... Чё, блядь, сейчас ему сколько? ...решили все-таки пойти на эту тусовку. Ну и чудом мы туда прошли. Тогда я подошел к Дэну. Дэн тогда, типа, начал горать с меня, типа, какой хуй пиджук фанат на тусовке делает. И с этого самого момента началась наша дружба. А точнее, с момента, когда Дэн предложил мне купить пиво. После этого мы набухались, он добавил меня в друзья, и после этого началась очень интересная история. Пиздец. Которая длится по сей секун... А, все? Не дружим? Ну ладно, братан, я пошел. У меня в жопе, блядь, скакалка застряла. Я понял, почему они не дружат. Как это было с моей стороны? Алишер, музыкант. Да, не чё? Ну громко сказано. Это как если, блядь, писать Феллини, типа, там, знаете, этот... Режиссер. Медлешица такой, я вижу, блядь, чё-то пи***нуть. Это Моргенштерр, типа? Я такой думаю, да чё там, чё там. Он говорит, блядь, прикинь, Денис Долорензи будет, блядь, на тусовке. Я говорю, кто, блядь? Это, ну, чё за хуйня? Он говорит, да ты ебан, это Саймпер, блядь, крутой вообще там. Коллюзион, коллюзион. Я такой думаю, ну, и чё, блядь? Он говорит, пошли на тусовку, блядь, типа, ну, я хочу сфоткаться с ним. Я говорю, ну, погнали её. У меня есть фотка со Славой КПСС, кстати, сейчас могу показать, подождись, пацаны. Сейчас у меня есть фотка со Славой КПСС, типа, не прикол, реально, сейчас покажу. Славой КПСС у меня есть, типа, ну, почему нет? Он говорит, с Долорензи, блядь, у меня фотка со Славой КПСС сейчас. Вот, 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 у меня фотка, типа, со Славой КПСС, реально, в моей институте задан Семён. Типа, всё, всё есть, в самом деле, пацаны. Заходите, подписывайтесь на инструкцию. Его, собственно, увидел. И такой говорит, о, вот он. И он, короче, стоит, чё-то стремается, такой, не знаю, подойти, грунду, блядь. Травится тебе человек, подойди, сфоткайся, типа. Он подходит, Денис... Никогда стесняться не надо, ребят. Жизнь одна, всё-таки. Денчик, тем более, Денис, ну, крутой чел, он меня звал на интервью в вечерний сам. Я до сих пор жду свои бабки, чуваки. Бабки собирайте, зовите на интервью, я всё расскажу, всё. На удивление, вообще, отреагировал круто. И мы пошли гулять. Короче, Ден показывает... На удивление, ты думаешь, что он, блядь, начнёт дрочить, типа, там, хуй, говно обмазываться. Да нормально, что-то, в самом деле. Лехуса, и говорит, блядь, прикиньте, короче, вот, перепрограммировал ключи от Лексуса на Деонексию. Он говорит, у меня Деонексия голубая. Я такой говорю, такой думаю, ну, самперы у них, у всех своё на умеет. Думаю, ну, ладно, что поделать-то. Ну, и иду, короче, идём, гуляем. На Долоризе похоже, кстати. Мы идём в какую-то парковку, странно, да, то есть, казалось бы, Деонексия на парковке, ну, типа, что такое вообще. Спускаемся, он подходит к Лексусу, садится, и мы здание друг на друга смотрим, такие, а, да нас... Нагибали. Дальше мы продолжили дружить, общаться, и покушали очень вкусные шаурмы в городе Уфа. Я полная, да? Давай перезапишу. Ну, короче, ребят, пока Дениса в кадре не будет... Всегда все спрашивают туда, на какой он в жизни. Ну, или интересуются, наверное... Да, бля, кто это спра... Блядь, кто это спрашивает? Кто, блядь, может спрашивать какой-то Долорензе, блядь, в жизни? Пизде, кто, блядь? Пизде, блядь, можешь представить, типа, все такие сетят, думают, блин, а какой Долорензе в жизнь? Да всем похуй на Долорензе, типа, блядь, что? Наверное, этим... На самом деле, Денис вообще не отличается от того, что происходит на экране, блядь, или ещё где-то. Он всегда такой... Ну, если порно найдёте, где он там бабу ебёт, типа, в жизни он также бабу ебёт, ты или найдёте, если порно, где его, типа, в жопу ебут, в жизни его также в жопу ебут. Типа, не правда, на реальных событиях всё основано. Весёлый, ебнутый, и не договаривают некоторые слова, блядь, как... Питар... Когда я с Денисом познакомился, я... А, кстати, это особенность за ним есть, да, он прям, типа, ну, классный, крутой. То, что это, ну, дефолтный ютубер какой-нибудь, который, блядь, скажет, типа, да, блядь, давай фоточку по-быренькому и съёбывай, ну... Это обычно так музыканты делают, Долорензи-то, кстати, музыкант, пиздец, там, парни из деревни, да, мы парни из деревьев, там, запретите аниме, запретите аниме, ну, вот это вот вся хуйня, знаете, типа, ржавчина на ободке, блядь. Просто подарок судьбы, нахуй, такой, друг, и всё, нахуй. Я чё даже сказать? Ща, подожди. И, блядь, я очень много всего с ним прошёл, от обычных переездов, блядь, вот этих, там, из Уфы в Питер и так далее, с какой-то помощью и так далее, блядь, и конфликты различные, мы проходили, драки, блядь, в которых я не участвовал, но Денис, блядь, там, и Грибов. Да что же за хуйня? Да, блядь, что? Он улагает. Такая интересная. Короче, чисто между нами, по секрету, опять-таки, пока Дениса нету в кадре, блядь, расскажу вам про его тайный фетиш. Он всегда... Ноги, ноги ему нравятся. Учим мотоциклист, ебал, маму, это фарш, но он всё равно умрёт сходить. Хоть я сдохну, блядь, вот просто ночью 2, 2-3 часа ночи он возьмёт, приедет... Это Казань? Это Уфа, блядь, а почему города так похожи друг на друга? Без звонка, без всякой хуйни, скажет, выходи, сука, поехали лапшу ехать, и мы реально в 2-3 часа ночи, просто, блядь, когда никого не было, мне надо было завтра в шарагу, блядь, ну, под утро, да, естественно. Мы просто брали, блядь, приезжали в ебучий центр и ели ебаную лапшу, блядь. В итоге потом катались до утра, я приходил в шарагу, блядь, и спал, ебал, блядь. Ну, короче, слушай, сука, стендофф 2, блядь, ебал, блядь. Ебал, блядь, 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 мой первый мувик стендофф 2, блядь. Вот, что хочу сказать, ну, это прикольная тема, ладно. То, что вот я, как Дениса, знал тогда, в 2018 году, такой он есть и сейчас. Он веселый парень, блядь, ебаный рот, просто, да, блядь, ты заебал здоровый, ебучий их случай, блядь. У меня в кадре нету, да, ну, точно. Короче, вот все, что хочу сказать, спустя время, это я просто благодарен судьбе, то, что сложилось так, то, что мы с Денисом подружились, потому что это дружба для меня, блядь. Многое значило. Здорово, да ебучий случай, блядь, с новым годом, блядь, с 2014. Пиздец, меня таджики захватили. В семью. Что же, всякий раз, когда я приезжаю в Уфу, мы с друзьями весело проводим время. Особенно весело, когда мы приходим записываться на студию и передать... Ну, что не бросил друзей, кстати. Следующий город, мы были именно... Ну, может, показушно так, типа, ну, хуй знает, там, где денег, знаете, я им отсыпал, ну, скажите все, ну, такая хуйня, ну, молодец, молодец. Да, ларинзи, респект, вообще, это я сижу тут, чисто, блядь. А, блядь, он, да? Ну, неплохо. Плейбой карте, вот оно, блядь. Ебаный в рот, блядь. Всю хуйню-то эту, блядь, биты плейбой карте, блядь. Then I just rap what I live Seem like they doing the most for the show. Did what I say, so they know... Треклист Рати, Russian Underground, Money Drift, Феофилов, охуеть, газ в пол, КМХ, ДЛА ноги, Need for Speed, Hotline Miami, Lexus по кругу. Я послушай, я реакцию сделаю, брат, на канале Семен. Выпускай скорее. Или, может, даже на этом. Главное, не забанить, а там вот эти, Sony Music Entertainment, Трифмы и Панч. Давай, чтобы, блядь, без банов было, блядь. Ну что, мои дорогие друзья, это мой последний день в Уфе. Вы увидели... Куда теперь-то? В Питер. Хоть как-то со мной были за... Надеюсь, что он в Питере на могилку Балабанова хоть съездит, покажет, как мужик там лежит. Где я учился, где я жил, где я отдыхал и развлекался. И сейчас мы вместе с вами пойдем в мой родной город, Билибей. Да, я находился именно в этом городе. Путешествие у нас займет часика 2-3 и вы попадете в мир билибейского сыра. Никогда я не слышал про такой сыр. Здорово, говори, не ж. Дарлинг. Бля, вот как просто понять, что, типа, ну, с челом что-то не то, ну, анимешку на машину наклеить. Ну, это пиздец просто. Бля. Без обид до Орензи. Ну, это когда межгород едешь, что-то эти домики, они очень прикольные. Насколько заправился, показал бы, 95-м заправляется, ебать. Слушай, родные, вот сейчас мы сделали небольшую обстановку. Это шавуха такая? Немножко покушать или багет. Потому что это крайне необходимо. Какой энергетик пьешь, кстати? Естественно, что я вам хочу подметить, вот сколько мы едем, оператор согласится, самая красивая природа, наверное, в Башкортостане, да? Так ты ж, блядь, на пиздец, а где ж ты еще-то был, блядь? Я водитель. Приезжай в у дом, блядь. Сажим. Вот я вожу, уже получается, с 2017 года почти 5 лет, на пи... Но это маловато. Мне нравится водить машину, вот как будто бы дрочить. Ну, честно, вот, был бы выбор поехать во Владивосток с Москвы или подрочить путь 30 раз, я выбрал бы подрочить путь 30 раз, естественно, блядь. И... Так, блядь, больным там на 5-й, на 4-й. Не, вот я так влоги охуяя на виду, что просто мне бы Орел и Решку вести больше не надо, блядь. Сейчас у меня тут стрессовая ситуация. Сзади меня Opel Astra, блядь. Вот так вот мы ведем все на... Так, Северный Павел, татарин, давай. Татарский номер свой вырубай. Блядь, вот так лучше не говори, что... За рулем всегда очень нервный. То есть, если, допустим, ладно, вот здесь мы сейчас едем, здесь еще спокойненько. А если в городе там пробка какая-то, и кто-то там ездит, как какой-то придурок, но я максимально всегда нервничаю, но начинаю кричать на людей. Я это делаю, чтобы они не слышали, естественно, чтобы не получить битты. Вот, поэтому... Все правильно, Даларинди, находит пизду. Только мужской хуйной, мальчик. Не попадайте мне на улицу. А сейчас, как говорится, мы едем-то в били-били, и будем там снимать видео в песочнице, где я срал. Сейчас дорога прямая. Даларинди, ты ел песок? Вопрос вот такой, напиши в комментариях, где 30 секунд на раздумьях. Она полностью лежит под нас. Машина едет, колеса крутятся. Лавеха на заводе у пацанов-разрядчиков мутится. Странное чувство, когда приезжаешь в родной город, в котором не бываешь годами. Прикольное поле с подсолнухами. Я уехал из родительского дома почти 6 лет назад, и каждая секунда, проведенная здесь, остается у тебя в сердце надолго. Трогательно. Били-бэй. Короче, дорогие друзья, вот я только что приехал в свой родной, любимый, родной, любимый, родной, любимый город. Тут даже магнит есть, охуеть. Как вы видите, машина полностью обосранная, обгаженная, в какашках всяких. По-моему, с хапотом какая-то пиздающая. Вот, мы на месте. И сейчас увидим... Там памятник Ленину, брат, ну хоть бы зафоткал. Самые прекрасные, самые охуенные кадры, которые вы могли видеть в своей жизни. Здесь, кстати, снимали фильм «Довод», снимали «Мстители 3». И «Брат 2». Ну вот она. Моя родная деревня. Точнее, город. Построенный в 1700... Я не знаю, в каком году. 1703. Как вы понимаете, здесь, наверное, процентов 70, 65-70. Здесь, наверное, одноэтажные дома. Просто частные такие территории. И вот есть пятиэтажечки и все такое. Сюда я раньше... Почти видно, вот оператор молодец. Наверное, вот эта вот девочка, я не помню, как ее зовут. Но оператор молодец. Приезжал на велосипеде. Тут вечером очень красиво. Хоть вы видите, что здесь просто какие-то крыши домов. Здесь очень красиво светит свет. И вид просто романтический максимально. Вот я когда сюда приезжаю на машине, я приезжаю крайне редко. Последний раз на машине. И бежишь сюда, да? Два назад. И приезжаешь сюда вечером, сидишь, включаешь музыку и просто кайфуешь. Ну, так тоже можно. На место. Ну, а теперь, наверное, поехали в город. Поехали, брат. А сейчас почему-то не такой ядреный цветокор, пиздец. Или такой же просто, блядь, я привык уже, хуй знает. Ахуя, реклама кафе, любимая, кстати. Дорогие друзья, это моя основная школа, в которой учился с 5 по 11 класс. Здесь я встретил свою первую любовь. Здесь я встретил свою первую любовь, блядь. Здесь я встретил свою первую любовь. Как у вас с Таней? И встретил свою первую... Короче, в этой школе я сдавал экзамены ОГЭ, ЕГЭ, хуя, пиздец. С радостью бы сейчас мы туда с вами зашли вместе, но сегодня воскресенье, здесь выходной. Да и в принципе, если был бы какой-то будний день, меня туда нахуй упустили бы и ничего, просто попасали оттуда. Но в любом случае, я это место люблю. Здесь прошло мое все взросление, все такое становление человека. Помните, с вами с ним не общаюсь, потому что все разъехались по разным городам, у всех разные интересы. У некоторых уже дети, семья. Время летит пиздец. Как будто вот буквально пару дней назад закончил школу. Ну как пару дней, наверное, пусть ладно, год назад закончил школу, а школу я закончил в 2016 году. Каждый раз, когда я... Охуеть. Блядь. А, ты еще один склад. Приезжаю сюда, каждый раз прихожу посмотреть на школу, что в ней нового. И знаете, что я хочу сказать? За несколько лет ничего не поменялось. Очень много школьных историй, которые здесь происходили, но сейчас в видео не совсем об этом. Если вы вдруг... А что видео-то? Я так хуи понял, блядь. Что ты сказал-то такое, блядь? Что-то узнать, что-то смешное, потому что много-много всяко-всячина происходило. Я на стримах рассказал все такое, но это лишь малая часть. Я не был на стримах. Это в комментариях, я, возможно, сниму видео, потому что школа, как бы для всех людей, даже там, которые уже совсем выросли, закончили давным-давно школу, все равно является основным местом, где они провели свою жизнь, провели свои... Лучше бы нахуй я там, блядь, не проводил свое время, просто, блядь, залупы. Я здесь тоже провел, блядь, свое детство, нахуй. Вот здесь вот у нас физрук вошел, вот мы здесь играли в ибол, волейбол, там, всякие дела. Вот здесь мы играли в футбол, бегали, прыгали, тут всякие соревнования были. Ну, как в любой, наверное, школе, типа. Кто-то ходил на физкультуре, серьезно, блядь. Тоску, вот хочется, хочется, буквально вот на недельку вернуться, попробовать даже в тетрадки пописать, все такое. Единственное пиздатое, что было в школе, это ее проебывать. Вот это я понял, блядь, все остальное просто, блядь, глупо. Я не ценил время, которое проводил в школе, а не сейчас дикая тоска, вот. Мне кажется, вот где бы вы ни были, в какое время, вы в любом случае будете тосковать по этому месту. Не-не-не, блядь, брат, не-не-не, блядь, я, походу, не пиздили в школе, я хуй знаю. И моя школа. Место, где тоже прошло куча, куча времени моего детства, это вот этот вот пляж, сейчас его полностью вообще изменили. Вы не подумайте, пожалуйста. Купание запрещено, бля, охуительно, чуваки просто пиздают. Это видос про рекламу города, про рекламу России. Нет, это просто видеоролик о том, где я про... Он реально слова не договорит, я только сейчас начал совещать, бля, до Лорензи крутой. Те, кто люди знают меня, не знают, что я никогда такую не буду делать, рекламируют что-то вот. Это просто видеоролик. Ну да, там, Arizona, RP, Trinity, там вот это вот все, блядь. Ну, самое, бля, я ничего не буду рекламировать, реально в пизду. Про то, где я провел детство свое, где мои землячки живут. Вот, вообще, этот пляж мы сюда с пацанами ходили. Зачем, бля, вот мне, я только сейчас подумал, зачем он так оправдывается, блядь, типа, неужели он думал, что реально я буду видос смотреть, или чё, бля, потому что, ну, очень странная хуйня, его-то чуваки понятно, что нихуя бы не запалили, даже если бы он прямым текстом сказал, а я, типа, ну, хуй знает. Рекламирую, чё хочешь, ты ж про Путина ничего плохого не говорил, по-моему, бля, ты чё не говорил? Не было вот этого песочка, не было всяких сидушечек. Мы просто спрыгали из всяких плит, там, ёпта, с пацанами, с альтушками, всё такое. Город развивается, видно, но почему-то я посмотрел в гугле, население нихрена не увеличивается, ну, и хуй бы с ним. А сколько население? Мне это абсолютно не важно. Кстати, здесь влажно. Ахуеть. Узнают реально Долорензи? Но сейчас... А, бля, чё? А, я думал, бля, чё? Посмотрите, бля, чё, я не знаю, это школьники такие высокие? Или Долорензи, бля, такой низкий? А почему, бля, а сколько Долорензи рост? Пиздят, а почему вы посмотрите, это чел на велике сидит и Долорензи, бля, практически, то есть, бля, ну, пиздят, а почему такой низкий Долорензи? Это шо, хуе, бля, ещё ключи от дома тут закреплены, это шо, бля, а если спиздят? Охуеть, да Долоры, бля, вы посмотрите, это шо, или, бля, или он высоко, хуй, бля, хуй знает. Но сейчас, мы с вами... Сколько рост Долорензи, напиши, пожалуйста, в ЛС, в Инстео, или в Канты, где, блядь? Одному из самых легендарных мест в моей жизни, во-первых, это, вот мы сейчас были на пруду, это место недалеко от пруда, это ипподром, здесь скачут кони, здесь, короче, сабантуй происходят, всякие такие вещи, ну, вот это, собственно, легендарное место, и сейчас... Блядь, да что, почему он, блядь, это лагает у меня, или это монтаж такой, блядь, у Долорензи? Именно в этом месте, пиздец, на этом вот обзорном пункте, я впервые, поебался? Впервые нормально поцеловаться со своей первой девушкой, в первый вечер, было очень холодно, зима. А нормально, это как, это с языком, типа? И мы вот сидели, вот так вот начинались наши первые отношения, такие достаточно теплые воспоминания, пиздец. Мне на тот момент было 14 лет, это был 2012. Охуеть, ебать, за ручку не держался, а мне сегодня 33, блядь, или как-то везде все запорол, блядь, сейчас подождите. За ручку не держался, а мне сегодня 33, вот так я могу сказать, минус 40, 50, даже в самый знойный день. У меня внутри морозы, одиночка как бодлер, неважный, ребят. Вот, что-то еще рассказывать, ну вот так. Секс. Был. Всем вам желаю того же. Блядь, секс такое себе, блядь. Здоровье. Здесь началось, мое скейтерское увлечение. Здесь мы катались по вот этой дорожке на скейте, лежа, стоя, блин, делали всякие трюки. Кстати, вот здесь аренда, есть скейтов, всяких роликов, здесь мы тоже постоянно брали. У меня тоже скейт есть, но я не умею кататься, научи. Было очень весело, потому что у меня в детстве компьютера не было вообще. Я там ходил в компьютерный клуб играть в Джетерсон Андрес. Вот, а так мы все детство проводили на улице, вот, пожалуйста, нормально. Кота погладит. Это место, где вот здесь огромная такая дорога, тропа. Здесь можно гулять, здесь можно кататься на велосипедах. У меня велосипед в детстве украли, я не мог на нем кататься, поэтому я там что-то подкопил на скейте за 700 рублей катался на скейте. Где-то вот здесь, на этом месте. Меня даже напечатали в газете, что на скейте катаюсь, там типа у нас не так много чуваков было, кто этим увлекается. И вот мы этим занимались. Взял себе в аренду скейтборд. У меня сейчас, кстати, кроссовки очень подходящие для скейтбординга, плоские такие, достаточно высокие. Но давайте вспомню, каково это. Охуеть, ебанулся. Ёбанулся. Все, я разучился кататься на скейте, я на нем не катался где-то лет 7, 6, 5. 5 лет не катался на скейте, это сложно. Итак, дорогие мои друзья, вы же все знаете, что у меня есть звание кандидата спорта по карате, а это значит, что я сейчас покажу вам мастер-класс. Бля, ну я так же, на самом деле, пиздец. 300 раз. Ой, бля. Ёбаный, блядь. Спорт – это жизнь. А жизнь – это спорт. Поэтому сейчас берем и хуйярим нахуй. Ёбаный, блядь. Нахуй. Нахуй. 300 килограмм. Пожалуй. Тяжело, однако, заниматься спортом в неподготовленных условиях. А сейчас я беру в руки скейтборд и качусь. Нахуй. На день рождения сестры. А. Ну вот он. Мой родной дом. Мой родной двор. Это… Здесь нахуй ты пока есть, там мама твоя живет. Я здесь живу, наверное, с двух или трех лет. У меня до сих пор здесь живут родители. Я, конечно же, безусловно, их хотел перевести там Уфу, еще куда-либо, но не отказываются уезжать, сами понимаете. Там тоже… Здесь нахуй ты показываешь, что, брат, вдруг придут, начнут что-то делать. Всю жизнь прожили. Плохое. Здесь тоже жил до восемнадцати лет. В однокомнатной квартире. То есть, сами понимаете, ничего особо не поделаешь. Он постоянно об этом говорит, блядь, везде отврат. Каких приколов. Ну они же уходили, наверное, на работу. Ты что, нет? Не мог? Ничего не поделаешь. Нет, вырвался. И теперь вы меня смотрите на ютуб-канале, ёпта. Это двор. Как вы видите, все перекопано везде, накакано. До этого здесь была классная игровая площадка. Мы здесь с пацанами бегали в футбол, играли, бегали в прятки. Тут качели, карусели. Сейчас детей здесь нет, потому что раньше, когда я помню, в детстве выходил, всегда тут, ну, очень много людей было. Очень много детей. Бабушки, дедушки, все наслаждались жизнью. Сейчас, ну, сами понимаете, наслаждаться жизнью не о чем. Все, наверное, играют в Бравл Старш дома. Мне очень жаль, что сейчас у нынешнего поколения мало, когда получается выходить на улице и развлекаться. Только лишь, наверное, в провинции, в каких-то небольших... Звездо на улице. Хули на улице делать? Там кроковирус, вся прочая, хуя, спид, ВИЧ, куда ты, блядь, выгоняешь людей? Дружба как-то более крепче, потому что ты, друзья, непосредственно каждый день видишь и много всяких жизненных проблем, именно завязанные на дружбе есть, поэтому здесь более такие близкие отношения с друзьями, с которыми, ну, ты идешь в бок о бок всегда. Вот это мой подъезд. Охуительно, брат. Протяжу и просто в шоке. Ничего не поменялось. По-моему, она покрашена. Максимум, что сделали, домофон какой-нибудь другой поставили. Здесь, на этой скамейке, мы сидели с друзьями, пили лимонад, ели чипсы. Буратино. Делали собачий кайф. Вот играли. Блядь, ну, это охуительно, ладно. Я помню. Я как будто бы дед сейчас рассказываю то, что было на войне, блин. На этом месте чуть не сбили моего лучшего друга, кстати. Выбежал вот так вот с подъезда и машина, бум, я еле как остановилась. Собственно говоря, прямо напротив моего дома находится вот этот вот детский сад. Ты у него ходил? Детский сад, тормозок. Шучу, это детский сад. Аленушка, даже когда я тут живу, прикольно. Я все равно таскал по этому месту. Всегда, я говорю, повторяю, что всегда ты таскуешь по местам, где ты находился. Вот с этого вот этого кирпичного строения мы прыгали в огромные сугробы. Вон прямо туда. Потом... Мне кажется, по-моему, Лорензи просто не зовут на вписку, поэтому он сам решил все рассказать. Мы получали неплохих люлей. Потом еще к родителям прихожу, весь изговняканный, мокрый, обосанный в говне. И мне тоже дома вставляют люлей. Вот такое вот замечательное детство. Ну да, прикольно. Опять цветокорь какой-то ебнутый. Полоски вот эти. Ну ладно. Сейчас будет достаточно такая важная тема. Ага. Наверное, впервые... Наверное, впервые в жизни покажу вам своих родителей. Вот я тут купил, значит, букет цветочков. Блядь, нет, но это запрещенный прием. Все, блядь. Я надеюсь, он хоть лица замажет. Как я теперь могу что-то плохое говорить про Долорензи, блядь? Да я вроде ничего плохого и не говорил. Любимой, самой дорогой женщине в мире. Поехали. Замечательно, Долорензи, замечательно. Круто. Я правда не знаю, зачем, мне кажется, типа... Ладно, все. Хорошо. Отец красивый, кстати. Ммм. Закрю. Это было невероятное приключение. Для вас это всего лишь видеоролик, а для меня целая мини-жизнь. Искренне говорю вам спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк. Теперь вы знаете обо мне немного больше. Чё, блядь, Директед Байсну Дэд, Дэд... Те, кто-то режиссировал ещё эту х... Ой... Те, кто-то это режиссировал ещё серьёзно? Ну, это ж, типа, ты ж просто... Я ничего теперь не понимаю. То есть, он рассказывал о том, где он, типа, был, там всё то... То есть... И это ещё режиссировали? Я ничего не понимаю. Да Лорензи, блядь. Ну, Эдит, понятно, типа, сделать там всё... А, блядь, я режиссировать то, где ты... Ты чё, сам не мог понять, чё тебе рассказать надо? Охуеть, Долорензи, блядь. Было бы ещё смешнее, если бы было написано Феллини. Ну, а так, Долорензи крутой. Я его очень уважаю, очень люблю. Это очень крутой челпака, Долорензи. Ну, Директед, блядь, ну, это ты вообще меня удивил. Пиздец прям. Всё, всем спасибо, друзья, за просмотр. Аризона, рулиплейфеникс, айпед, также мой никнейм, мой промокод, мои и все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, там всё это узнавайте, познавайте. Всем пока.